почему-то на данный может быть надо в данном периоде своей духовной жизни когда я слышу словосочетание церковь мечты у меня больше наверное не положительных ассоциаций объясню почему потому что сразу же представляешь как люди собираются и каждый о чем-то начинает мечтать церковь она состоит из людей это собрание людей и как правило когда люди начинают мечтать у них мечты отличаются даже может быть не то не столько отличается сами мечты мечты бывают похожи но их роль личная роль в мечтах она отличается каждый в своей мечте имеет особое значение и когда эти люди собираются то порой их мечты вступают в противоречие друг друг с другом и поскольку нередко за мечтами стоит эгоизм поэтому апостол то и говорит не мечтайте там о себе да я вот то есть я понимаю с одной стороны очень важно как сказал один мудрец стремись к невозможному достигнешь максимум когда мы ставим перед собой большие цели большие задачи это нас стимулирует это 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 движется и конечно же в церкви должно быть видение но мне кажется что вот на данный период существования церкви евангельской протестантской церкви в нашей стране намного более научиться слышать друг друга не услышать свои мечты или свои желания это тоже надо но мне кажется мы сегодня слабо слышим мечты другого человека желание другого человека и поэтому если говорить в контакт в позитивном отношении церковь мечты да это когда я прихожу и стремлюсь осуществить мечты других людей у кого-то может быть мечта расплатиться с кредитом у кого-то там мечта получить здоровье исцеление да я за кого-то молюсь кого-то там помазываю или кому-то стараюсь помочь поддержать какие-то выделить финансы вот мне кажется когда мы научимся воплощать в жизнь мечты ближних тогда и наши мечты они осуществятся а если наши мечты вадима нашим эго нашим эгоизмом то тут несомненно столкновению будут мечты мои мечты твои мечты этого брата и каждый из нас абсолютно убежден что именно его мечты даны богом а все остальные они от плоти вот такой путь он тупиковый но когда ты стремишь осуществлять мечты ближних тогда и твоя мечта тоже будет осуществлена по крайней мере так библию учат